Перед началом боя Хохлач с товарищами подъехал к речке, разделявшей оба войска, и начали говорить то же, что было писано в письме к Бахметьеву. Им отвечали из царского войска. «А вы зачем убили князя Юрия Владимировича? Мы его убили за то, что он стал делать не против государева указа. И ныне мы стоим за правду. Станете с нами биться, и мы с вами биться, как меду пить готовы». Разговор в этом роде продолжался часа с два, а между тем царское войско переправилось за реку. Воры были побиты на голову. Пленных у них взято 143 человека и три знамени. Долгорукий приехал в Воронеж только 12 мая, и 19 числа писал государю. «Как я приехал на Воронеж, не токмо, чтоб все были в готовности. Хотя б меньше половины было. Я бы безо всякого мешканья того же часу пошел. И коего часу я приехал, того часу послал указы к Волконскому, Гагарину и другим, чтобы они немедленно шли в указные места. И они, по сече слов, в указные места не бывали». Шедловский пишет, что ему без московских ратных людей с одними черкасскими малороссийскими полками идти ненадежно. «Курладские пленные были припровождены в Воронеж к Долгорукому, который 15 мая написал царю о своих распоряжениях относительно их. Которые воры взяты на бою 143 человека, в том числе старых казаков 23, а достальные всех разных городов сходцы. И я, государь по дороге к Пристонскому, велел поставить 20 виселиц и буду их вешать 17 числа и несколько четвертовать и по кольям растыкать». 17 мая было назначено днем страшных казней, а 16-го Долгорукий получил из Черкасска от всего войска Донского отписку с покорением. Казни были отложены, а тут еще письмо от Петра с внушением поступать милостиво, жестокостями не усиливать слухов о мести за брата. Долгорукий отвечал 25 мая. 143 человека казаков хотел я вершить, и мая 16-го числа получил от всего войска Донского отписку с покорением вин их, и тем винным казакам смертной казни не учинил для такого случая до вашего государева указа. «И мне, государь, какая польза, что смерть брата своего мстить? Я желаю того. Дай Бог, чтобы они тебе вину свою принесли без великих кровей». 26 мая Долгорукий доносил «Дело казаки в страх пришли и в размышления, и опасаются приходу твоих государевых ратных людей». Действительно, в Черкасске казаки были в страхе и размышлении. Долгорукий писал впоследствии, что Булавин был человек глупый. Действительно, поход Булавина на Дон после битвы при Лисковатке, желание владеть Черкасском было делом для него гибельным. Он разделил свои силы, дал этим разделениям возможность Бахметьеву разбить хохлача, а сам зашел в Черкасск и тратил время в бездействии. Если бы, наоборот, Булавин, оставя пока в покое старых казаков, не оправившихся после сражения при Лисковатке и потому не опасных, бросился со всеми силами своей голудьбы на Волгу и пошел вверх эту рекою, то его движение при незатихшем еще башкирском бунте, при вступлении Карла XII в русские пределы и при внутреннем неудовольствии, возбужденном преобразованиями и тягостями, могло бы дать большую заботу правительству. Уже в первых числах мая, тотчас по взятии Черкасска и казни старшин, казаки начали советоваться, как бы схватить Булавина и передать в Азов. Однажды в кругу Булавин говорил многие непристойные слова, и верховых городков казаки ему кричали, что он много говорит, а с повинною государю не посылает. «Не всех ты нас перекуешь! Теперь нас в согласии много, можем тебя и в кругу поймать!» Булавин велел взять за караул крикунов, стал дознаваться, кто его хочет схватить, начал держать при себе караул, человек поосьми, и этими предосторожностями успел разрушить заговор против себя. Между тем, челобитная царю была написана и отправлена. «Мая 2-го пришед мы в Черкасской, увидали за атаманом и старшинами многие неправды, царского жалования в Дуван не давали, но во пришлых с Руси людей многое число принимали, и о заимке юртов без нашего войскового ведома письма многие давали. И за те письма многие взятки себе брали. По твоему указу ни одних пришлых с Руси людей, многое число и старожилых казаков, которые пришли лет по двадцати и больше. И тех всех неволею в Русь высылали, и воду ради своих бездельных взяток сажали. По деревьям за ноги вешали, женщин и младенцев меж колод давили, и всякое ругательство чинили. Городки многие огнем выжигали. Князя Юрия Долгорукова убил не один Кондратий Булавин, но сведомо общего, потому что князь чинил у розыску не против твоего указа. И от тебя, великий государь, мы никуда не откладываемся. Твоих украинских городов не разоряли, отнюдь не будем. Желаем тебе служить по-прежнему всем войскам донским и всеми преусердно. И чтоб твои полководцы городкам нашим не ходили, а буди они насильно поступят и такое разорение учинят, в том воля твоя. Мы реку Дон и со всеми запольными реками тебе уступим и на иную реку пойдем. Действительно пришли вести, что Булавин хочет бежать на Кубань, куда послал письмо Гусейн-Паше. Если государь их не пожалует против прежнего, то они от него отложатся и станут служить султану. И пусть султан государю не верит, что мир. Государь и за мирным состоянием многие земли разорил. Так же и на султана корабли и всякий воинский снаряд готовит. Получившую челобитную, Петр написал Долгорукому 28 мая. Ты больше над казаками и их жилищами ничего не делай. А войско сбирай по первому указу и стань с ним в удобном месте. Долгорукий, между тем, перешел из Воронежа в Острогорск и не переставал жаловаться на медленный сбор ратных людей. Царедворцы, писал он 2 июня, которым велено со мною не токмо, что отправлены ко мне. И имя анных не прислано. Они, государь, люди и молодые, и богатые. Тем было и служить. И они отбывают от службы. В одном городе у одного дела человек 5-6 живет. Они, государь, зело, нужны на этих воров. Известно тебе самому, каковы донские казаки. Не регулярное войско, а царедворцы на них зело способны. На шведов они плохие, а на этот народ зело способны. Долгорукий по царскому указу остановился, поджидая новых полков. Но скоро получил от Толстого из Азова тревожное письмо 10 июня. Июня 8-го вор Кондрашко прислал ко мне отписку свою, в которой пишет с грозами. Собрався, хочет идти войною к Азову и Троецкому. А меня и Азовских, и Труицких офицеров хочет побить до смерти. И иные многие похвальные слова пишет с великими грозами. Пишет, что отогнали у него вора, конский табун, и бежать стало ему не на чем. И черкасские природные казаки многие, Василий Фролов с товарищей, человек с полпятьдесят ушли от него и живут ныне в Азове. И вор объявляет мне, что будто царским указом вины им отданы, и чтобы Василия Фролова с товарищей и конский табун ему отдать, а если не отдам, и зато пишет мне с великими грозами. Кроме этого письма, Долгорукий отовсюду получал ведомости, что Булавин пишет верхние городки указы, чтобы от всякого десятка шли к нему в Черкасск по семи человек для похода под Азов. Конечно, государь, писал Долгорукий Петру, мне со всеми полками и соединясь с Шедловским надлежит идти к Азову, и за указом Вашего Величества остановился, а в указе написано, чтобы мне больше над казаками и над их жилищами ничего не делать. Сам Петр получил известие о движениях Булавина и 12 июня написал Долгорукому. «Хотя пред всем писано к вам, что без указу на воров не ходить, а ныне паки рассудили мы, что лучше вам, собрався, идти к Северскому Донцу, понеже мы известились, что он и вор послал на двое своих людей, одних с Некрасовым водою или верховые городки или на Волгу, а другую посылку с Драным против вас, с которым только с две тысячи. И ежели тот Драный не поворотился, то лучше над ним искать с помощью Божью, так и над прочими такими же». Также приезжий казак из Черкасского сказывал, что за посылками вышеписанными при Булавине только с одной тысячи их осталось. «Будя же весьма кротко, он и сидят, и никуда не посылаются, то лучше бы дождаться отсель посланных полков. Прочие вручаем на ваше рассуждение, по тамошнему делу обороту смотря, ибо издали так нельзя знать, как там будучи». По написании этого письма Петр получил от Долгорукого известия, что идут запорожцы для соединения с Булавиным. 14 июня новое письмо Долгорукому. «Получили мы от вас ведомости, что запорожцы идут в случайне к Булавину, а не пишешь того, что ты против всего хочешь делать, и того накрепко смотри, чтобы он им не давать случаться, но, конечно, с помощью Божью, на одну из них половину, то есть на донских, или на запорожцев поди, понеже, когда случаться, тогда хуже будет». Мы видели, что сначала в Запорожье было определено позволить собираться к Булавину только охотникам, но потом многие начали жалеть о таком решении. 13 мая была в Сече Рада. Казаки кричали на куриных атаманов, для чего им не позволили в Великий пост идти с Булавиным. Кричали, чтобы идти теперь на великороссийские города, и была между казаками битва великая, и положили было на том, чтобы идти на самарские города. Но в тот же самый день приехали из Киева в Сечь для служения в церкви монахи на перемену старым монахам. Эти новые монахи вынесли из церкви в Раду, Евангелие и Крест, и начали уговаривать казаков не начинать нечестивой войны против своих, православных русских. Увещания подействовали. Раду отложили до другого дня. А тут Кашевой Костя Гордиенко представил, что если пойдут они на самарские города, то плохо придется тем 76 запорожцам, которые поехали в Москву с челобить им о жаловании. Поход на самарские города был отложен, но 1500 своевольных пошли на соединение с Булавиным. Их ждала горькая участь. Вместо того, чтобы идти со всеми силами или на Волгу, или против Долгорукого, когда тот еще не собрался с полками, Булавин остался в Черкасске и раздробил свои силы, отправив Драново и Голова на север, а другой отряд на юг, к Азову. Голый отделившийся Драново подкрался врасплох и вырезал сумской полк в Алуйском уезде на порубежной речке Уразовой. Но 1 июля бригадир Шедловский, подкрепленный присланным от Долгорукого полковником Кропотовым в рочище кривая Лука, недалеко от реки Тора, встретил Драново, у которого было 5000 донских казаков и 1500 запорожцев. Бой продолжался три часа дня и два часа ночи. Дранный был разбит и убит. 1500 запорожцев ушли и засели в Бахмуте, но Шедловский достал их и там. Ныне, доношу, писал он Долгорукому, конклюзию учинил. Бахмут выжгли и разорели. В том воровском собрании было запорожцев 1500 человек. Есть нам что и не без греха. Сдавались они нам. Однако в том гамму нам не донесено. Восприяли по начинанию своему. С другой стороны, 5 июля 5000 воров подступили к Азову. Против них вышел полковник Николай Васильев с конницей, но не мог сдержать стремительного натиска воров, которые вошли уже в матросскую слободу. Но к Васильеву на помощь явились четыре роты солдат. Воры были отбиты от матросской слободы и от лесных припасов и прогнаны до речки Каланчи при беспрестанной пушечной пальбе с города и с кораблей. Потерявшие много своих, воры побежали к Черкасску, и много их потонуло в Дону. Беглецы, явившись в Черкасск, начали кричать, что по посылке булавина под Азовом побито их многое число, и многие потонули в воде. А булавин их не выручал и им изменил, за что надобно его убить. Булавин ушел от них и заперся у себя в комнате, но атаман Илья Зершиков пришел с толпой у казаков и начал обстреливать курень. Булавин сначала защищался, убил у Зершикова двух человек, но потом, видя, что дальнейшее сопротивление невозможно, застрелил себя из пистолета. Между тем Петр еще 19 июня писал Долгорукому, «Является из ваших писем некоторое медление, что нам взяло неприятно, и когда дождетесь нашего батальона ингер-мандландского и бильцева полков, тогда тотчас подите к Черкасскому, и, сослався с губернатором Азовским, чини немедленно с Божью помощью промысл над теми ворами, которые из них есть пойманы, тех вели вешать по городам украинским. А когда будешь в Черкасском, тогда добрых обнадежь, и чтоб выбрали атамана доброго человека, и по совершении он им, когда пойдешь назад, то по дону лежащие городки так уж обнадежь, а по донцу и прочим рекам лежащие городки, по сей росписи разори и над людьми чини по указу». «Надлежит опустошить по хапру сверху пристанной, по бузулук, по донцу сверху, по луган, по медведице, по усть медведицкой, что на дону, по бузулуку – все, по адару – все, по деркуле – все, по калитвам и по другим задонным речкам – все, а по иловле – до иловленской, по дону до донецкого надлежит быть так, как было». Долгорукий был того же мнения. Узнавши, что Булавин застрелился и на его место избран атаманом Илья Озершиков, он выступил к Черкасску и с дороги писал царю 15 июля. «Я пошел к Черкасскому для лучшего укрепления казаков. Вашему величеству известно, какие они шаткие люди и нынешний атаман какого он состояния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова